Добрый вечер. В чем сила власти? В наказании населения. Чем сильнее власть, тем жестче меры против людей. Чтобы иметь возможность наказать любого, важно написать карательный закон по абсолютно каждому поводу. Если создать невыносимое количество регламентов, то всегда кто-нибудь окажется в чем-нибудь непременно виноват. Поэтому законодательное собрание у нас есть в каждом городишке, автономном образовании, области, крае, естественно, большом городе, республике. Обязательно в каждом есть. И все они каждый день приходят на работу, все эти люди каждый день пишут законы, обязывающие население. И пока никто из них не написал закон о собственной ответственности. На всю страну нет ни одного нормативно-правового акта, наказывающего законодателя за брак в работе, за ошибку, за причиненный вред. За причиненный людям вред, их законотворческой деятельностью, вот то, что они делают, то, что они созидают, то, что они творят, это не рецензируется, это абсолютно не наказуемо. И все потому, что власть не бывает виноватой. Никогда. Власть всегда и во всем права. Как и полагается, власть, естественно, соблюдает определенные правила игры. Поэтому любой ее закон всегда направлен на какое-то дальнейшее улучшение. Вы помните, еще со времен Советского Союза о мерах по дальнейшему улучшению, там по просьбе трудящихся и так далее. Трудовые коллективы чего-то хотят. Помните знаменитую историю, когда нужно было срочно поднять, например, проезд в общественном транспорте. И ветераны сказали, товарищ Гришин, представитель Мосгородсполкома, не могли бы вы поднять до пяти копеек проезд в московском транспорте, потому что нам, пожилым ветеранам, неудобно. Вот пятачок так хорошо, а вот три копейки на трамвай искать по карману сложно, четыре копейки на троллейбус очень сложно, это так обременительно. Дайте уж пятачок везде. И Мосгородсполком сказал, ну да, конечно, так уж и быть, пятачок. Мы понимаем ваши ветеранские страдания. Зачем же мучить так людей? Да, пусть будет действительно везде, весь общественный транспорт, пять копеек, это абсолютно нормально. Поэтому любой закон власти всегда направлен на дальнейшее улучшение. И это улучшение почему-то обязательно состоит вот в данном современном отрезке пути исторического нашей страны, в запрете, в штрафах, в увеличении сроков наказания. Вот это дальнейшее улучшение почему-то носит такую четко ограничивающую направленность. Московская власть, естественно, пишет законы против людей не менее азартно, чем любая другая. Ну, разница, конечно, в размахе. В столице что ни придумай, всегда будут пострадавшие. Естественно, обязательно ты кого-то заденешь любым своим нормативным правовым актом, даже самым нейтральным. А поскольку власть никогда не совершает никаких ошибок, всегда мудрая и справедлива, следовательно, вот все то, что они делают, делают. Это именно так и задумывалось. Если у нас в какой-то момент волосы встают дыбом, и нам кажется, что это ошибка, это безумие, так не может быть, это просто люди недосмотрели. Минуточку. Вы когда-нибудь слышали извинения от власти по какому-нибудь поводу еще подобного? Это они так улучшили нашу жизнь. Они это сделали специально. У них не бывает промаха в работе. Они абсолютные молодцы. И при Лужкове, хоть и не родившемся в Москве, ну, по крайней мере, ставшем москвичом, он достаточно рано приехал в Москву и довольно сильно пропитался духом столицы. При нем не было принято злоупотреблять столичным административным кодексом. И в тот момент как-то мы не придавали значения тому, что подобного ранга субъект федерации имеет право на свою собственную трактовку административного кодекса. Мы, в принципе, всегда жили с ощущением, что у нас закон един на территории всей нашей страны. Но нет, в Москве был свой собственный. Другое дело, что из него никогда не торчало. А вот с той поры, как Москву выдали Собянину, столичный Коап, он, наконец-то, ощетинился и перешел к активной борьбе с населением. Понятно, все-таки срок пребывания в этом городе у всех разный. В борьбе за Москву Собянин, вы помните, он начал с того, что разрушил ларьки. Потом он начал сносить рынки, потому что все мы должны очень респектабельно ходить, конечно, в супермаркеты. И дальше началась вот эта многостраничная эпопея борьбы с водителями. Двукратный запрет грузовикам. Первую атаку дальнобойщики отбили, вторую не смогли. И попутно был запрещен малотоннажный транспорт, ему нельзя ездить в центр. И почти никто не заметил, что запрет на малотоннажники, на въезд транспорта, имеющий грузоподъемность в одну тонну и выше, в предел третьего транспортного кольца, он был направлен не только против газелей и портеров, как могло бы показаться, как это преподносилось. Вот машины, они привозят хлеб, они привозят молоко, они привозят гвозди, они гремят, они тарахтят, они занимают место, с ними неудобно, они очень медленные в потоке, поэтому газель, совершенно невыносимая газель, тут я с ними согласен, портер более-менее, они все попали под запрет, им нельзя, но этот запрет был придуман в том числе и для владельцев пикапов. Они как более состоятельные люди, к тому же живущие в центре города, имеющие прописку в центре города. Они платежеспособны настолько, что столичная власть ввела для них платный въезд к себе домой, запряженный запретом на право распоряжаться имуществом. Вот владелец Жигулей или владелец Роллс-Ройса, прописанный в Центральном административном округе Москвы, он к себе домой едет бесплатно, а пижон на пикапе начинал с того, что ездил за 300 рублей, сейчас въезд в предел 3-го транспортного кольца на пикапе это 500 рублей, а с 1 июля это 5000 рублей. Во как! И речь ведь не идет о том, что пикапы возят грузы, что они наравне с другими машинами грохочут тары, занимают место, что они мешают трафику. Пикапы, особенно у жителей с пропиской в Центральном административном округе Москвы, служат не для доставки европоддонов с гвоздями в хозяйственный магазин. И сено они тоже не развозят, и туалетную бумагу кубометрами. Нет, они не возят. Они если везут, например, колбасу, то уже в мелкой расфасовке по 300 грамм наравне с остальными продуктами, купленными в далеком от центра супермаркете. Вот максимум грузопассажирских возможностей, которые возложены на исполнение этих нужных в хозяйстве автомобилей класса пикап. И возят они это все маленькими партиями и, по большому счету, никаких проблем не создают. При том, что под карательный запрет машин с грузоподъемностью свыше одной тонны попал, предположим, тот же самый Mitsubishi L200. А соплатформенный ему и чуть-чуть больше по размеру автомобиль Mitsubishi Pajero Sport? Нет, он не попал. Попал, соответственно, Mazda BT-50, Ford Ranger, Nissan NP-300. У них грузоподъемность чуть-чуть превышает тонну. У них есть разные варианты, но в основном там тонна 100, тонна 200. А вот другие машины, ну, такие мелкие, как, например, Toyota Land Cruiser 200 или Range Rover, там какой-то Nissan Patrol и даже наш УАЗик Patriot. Это обычные легковушки, которые не создают абсолютно никаких проблем. И, естественно, они никогда не были замечены в коммерческой деятельности и правом платного въезда, поэтому не ограничены. Пожалуйста, езжайте. Вы живете в центре. Это ваше право. Абсолютно никаких проблем. Пока еще, конечно, есть какие-то лазейки, поскольку не на каждом столбе свисает видеокамера, этот видеорегистратор. Поэтому можно еще как-то на пикапе подкрасться к своему собственному дому в объезд этих вариантов. Но камер все больше и, соответственно, штрафы все выше, поэтому запрет на пользование имуществом имени московской власти вот-вот вступит в свою финальную стадию. Потому что за 5 тысяч поставить машину недалеко от мест своей прописки – это уже, пожалуй, перебор. И поскольку любая власть, включая, конечно, столичную, никогда не ошибается, здесь нет никакой ошибки. Это означает, что пикапы были включены в категорию попадающих под запрет транспортных средств с умыслом. То есть они прекрасно понимали, что они творят. И ради чего? Ради места на парковках? Нет, абсолютно нет. Ради денег. Это вот тот самый редкий случай, когда 5 тысяч рублей на дороге, ну не то чтобы валяются, они по дороге ездят. И водители начали уже получать письма счастья. Пока только на 500 рублей. И ты едешь на пикапе, приезжаешь к себе домой, раз приехал, два приехал, три приехал. И ты получаешь за каждую поездку, соответственно, по штрафной квитанции, которая скоро, с 1 июля будет по 5 тысяч рублей. Непогрешимость власти, она абсолютная. Непогрешимость московской власти, она тем более абсолютная, потому что Москва является все-таки эталоном. И когда была сделана выделенка на Звенигородке, это же было сделано специально для того, чтобы мы наконец-то получили возможность хорошо быстро доехать по несуществующему автобусному маршруту, фиг знает откуда, фиг знает куда. Но это было вмерх по дальнейшему улучшению, так предусмотрено. А потом эту же выделенку с этого же самого участка Звенигородки сняли. Потому что это ошибка? Нет. Потому что они улучшили улучшенное. А бетонные анклавы, нарубленные бесфетофорными хайвеями, которые сейчас строятся по Москве, это улучшение улучшаемого. Это не диверсия, это не градостроительная ошибка. Это было так задумано. Сколько тоннелей у нас, например, под железной дорогой запланировано? Ни одного. У нас будут параллельные дороги. У нас нельзя из района в район проехать. В этом нет никакой диверсии. Это улучшение улучшено. Власть непогрешима. Перерыв на новости. Телефон экипажа, телефон Сергея Асланяна, 65 10 9 9 6. Вы уже, опережая время и события, все линии заняли звонками, поэтому у нас впереди приятное общение. Александр, вы сегодня первый. Здравствуйте. Добрый день, Сергей. Скажите, Александр, власть перед вами хоть раз, хоть за что-нибудь извинилась или хотя бы на вашем веку подобные прецеденты были? Один раз под рынок ДПС. О, это исполнительная власть перед вами. Законодательная отмолчалась, а исполнительная принесла какие-то извинения. Это было, наверное... Да, за ложное освидетельство, скажем так. Ох, как интересно. А что это за коллизия, если не секрет? Что значит, ложное освидетельство? Неправильно выразилось немножко. Остановили, подумали, что я пьяный якобы. Ну, решили ответить на освидетельство. Потом что-то привезли, проверили, дунули, извинились. То есть решили взять на понт, поняли, что вы не ломаетесь, решили вас об коленку, тем не менее, догнуть, отвезли через полгорода на освидетельствование, поняли, что инкриминировать вам нечего, и все-таки извинились. Молодцы, действительно. Да, да, именно так. Да, понятно. Александр, спасибо вам за то, что вы не согнулись. Это очень правильная позиция. Хотя, конечно, она обременительная. Да, согласен. Сергей, у меня к вам вопрос по двум весьма контактическим машинам относительно. Давайте. Первый, это, соответственно, Subaru Legacy трехлитровый интересует именно в предыдущем кузове. С 2003 года он выпускался, не ошибаюсь. Ну, а что, собственно, в ней такого загадочного... Машина, все понятно, у самого Дигтеля интересует, насколько он хороший на трехлитровый. Он действительно неплох, потому что они над этим мотором работали очень долго. Это же не реинкарнация того четырехцилиндрового мотора, который родился на свет с объемом 1,8, а потом они из него сделали 2, а потом они из него сделали 2,5, а потом они из него сделали 2,5 турбо, а потом они из него сделали... А потом они поняли, что они напрасно все это сделали, а потом они сказали, ой, мама, чего же мы такого наделали. А трешечка, она все-таки родилась уже в более-менее таком осознанном порыве инженерного изобретательства. Сели спокойно ребята, прикинули, сказали, да, слушайте, у нас тут такой ящик шикарный получается, «Трибека» называется, надо чем-то его с места сдернуть. 2,5 себя уже исчерпал, в экологические нормы он не лезет. Растачивать его дальше некуда, потому что стенки и так уже тонкие. Давайте что-нибудь сделаем с нуля. И получился, в принципе, неплохой мотор, у которого, конечно, есть свои нюансы эксплуатационные, есть пара болезней, но в целом очень неплохой мотор. И с ним он даже здоровый ящик под названием «Трибека» на себе таскает хорошо. В общем, он достаточно успешен. Если бы Subaru вообще, в принципе, перестала играть в эту глупость под названием «оппозитный двигатель», конечно, она бы выиграла еще серьезнее, но этот мотор не поражение, в отличие от, конечно, всего модельного ряда двушек двухлитровых, вот этих двух с половиной литровых, которые, ну, к сожалению, уже себя исчерпали. Если вы находите неубитую машину с этим очень редким мотором, а мотор реально редкий, то вы столкнетесь, может быть, только с тем, что, поскольку он еще при этом тяжеленный, то, конечно, передняя подвеска, не рассчитанная на эту нагрузку, она уже, скорее всего, требует вашего вдумчивого, доброго, рукастого человеческого участия. Потому что все, что могло оторваться, уже оторвалось, все, что могло высыпаться, высыпалось, а все остальное поотваливалось и вот-вот высыпется опять-таки на улицу. Ну, это не проблема. Да, абсолютно. И вторая машинка – Кайрон дизельный. Ни разу от вас ничего особенного про него не слышал. Вот у меня есть один… Про то, что у вашего знакомого, что есть Кайрон именно, он никакого убить не может. Он не мог его убить. Это нормальная такая человеческая черта, когда покупаешь рваный «Жигуль» и говоришь, да, между прочим, все те, кто ездят на «Мерседесах», они жлобы, а вот я на рваном «Жигуле» молодец, вообще умница и талант. Вот человек купил себе Кайрон, он действительно к технике относится очень неаккуратно, и у него все-таки это достаточно лакмусовое состояние, померла, не померла. Он на Кайроне много ездил, причем он в Европу на нем заглядывал и хвалил его. И я все с легким недоверием относился к его восторгам. Он его продал, даже так, он его отогнал на задний двор, пнул коленом и сказал, чтоб ты сдох, сволочь. Дал объявление о продаже и забыл, потому что он сказал, ну достал. Вот этот переход от яркого восторга по поводу рваных «Жигулей» и умной покупки к похоронным мероприятиям, оплакиванию и грустной музыке, он произошел резко, как и полагается, на пробеге 34 тысячи. Даже так. Да. Все, понял. Большое спасибо, Сергей. Спасибо вам. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Сергей, хотел вас поблагодарить за вашу передачу, все очень здорово. Спасибо. И также за ваш совет добрый по поводу Volvo XC60, то, что мы с вами обсуждали на фейсбуке. Ну и как? Откуда пробег у этой машины такой фантастический? Машина действительно оказалась выходного дня. Сегодня съездили в Обухов, проверили, есть те отметки, когда ее брали, какой пробег и когда сколько делали. На сегодняшний день 8200 так и есть пробег на этой машине. Удивительно. Сегодня делали учет, снимали, ставили. Я вам скину отдельно фотографию, во что мне это обошлось. ГАИ новые. Они там придумали хитрую электронную систему одного, как это называется. Талончик пришел, взял. Талончик мы сегодня взяли в 12.29, если я не ошибаюсь. Я вам скину, чтобы не завостворять эфиры, отдельно расскажу все это. Но хотелось бы просто вас поблагодарить за вашу передачу, за все это отношение, за все эти машины. Пожалуйста. Огромное человеческое спасибо. Тем более, что, Дмитрий, вы же нашли предложения, которых не бывает на рынке. Вы нашли автомобиль с пробегом в 8 тысяч километров, с, в общем-то, определенным дисконтом. И в результате у вас просто хорошо обкатанная машина. Правильно понятно. Нет, Сергей, дело в том, что я не себе машину брал. Я брал другу, я ему помогал как бы этому. То, что я живу в Москве, была возможность проверить ее. Все это проверили. И это действительно все подтвердилось. Я вам хочу сказать, что бывает, оказывается, и так. Чудеса? Да, вот это как раз из категории чудес. Тем более, этот ХС-60, он, в общем, из-под опрятной женщины. Это всегда здорово. Запах ее духов еще какое-то время будет сопровождать вашего приятеля. А масло поменять можно уже сейчас. Они сказали, что, пожалуйста, мы в мае месяце ждем вас. Вот у нее в мае месяце гарантия будет. У вас загорится чек, ждем вас в гости. Ну, так тоже можно. Всего доброго, до свидания вам. Как хорошо, что вот такое чудо. Здесь речь идет о нашей переписке с Дмитрием. Он в Facebook даже выложил у меня эти фотографии на моей страничке. Машина, с одной стороны, в очень хорошем состоянии, с кожаным, светлым, белым салоном. И вот с этим невероятным совершенно пробегом, в который не верилось, но подтвердилось, что действительно так оно и есть. Причем причина продажи машины надоела. А вот кому-то она как раз очень даже вовремя приглянулась. Дмитрий, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Здрасте. Сегодня у нас вечер Дмитриев. Это радостно на самом деле. Знаете, у меня такой вопрос. Ну, про автомобиль я понял давно, что машина, самое главное, должна быть, на которую хватает деньги и новая. Да, да. Поэтому себе купил в 2010 году, прям в сентябре, 1 сентября, Kia Sport, и шаранжевый. И доволен и счастлив. Но теперь вопрос, вот мы уже месяца два с моим отцом спорим, смотрим, ждем, чтобы выбрать. У него Ford Focus 2006 года, там, самый примитивный движок, там, 99 лошадей. И он бы хотел взять новый, конечно бы, но новый он очень маленький. И, скажем так, туда он уже, мама помещается хуже, чем в предыдущий Ford. Родители подросли? Родители вместе с детьми морально выросли. К машине более новой, современнее. И вопрос такой. Citroёn C4, вот новый сейчас выходит. Да. Либо Peugeot 408, но в топе. Или Peugeot 508, но самая примитивная, там, комплектация. Движок, там, дохленький, папе. Вот 408, чем выигрывает в этом списке из трёх машин? Тем, что она высокая по крыше, она крупная по салону. И, в общем-то, учитывая, что наши с вами родители, к сожалению, не становятся моложе и, тем более, не становятся здоровее, чем выше машина и тем меньше нужно гнуть спину при посадке, тем выигрышнее. И в этом отношении 408 будет действительно лучше. Хотя сам по себе автомобиль, ну, он такой, середнячок, нормальный. И у него, что хорошо, у него есть старый генерация мотора 1.6 в 110 лошадиных сил. У них есть 1.120, это тот вот великолепный, треклятый шедевр французско-германской дружбы. А немцы с французами, они же дружат, вот как они в 14-м году начали дружить, вот до сих пор не могут никак слазь нацеловаться. Не как мы со всеми. Ну, не, знаете, не путайте наше правительство, потому что одно дело наше отношение. У французов этот восторженный антагонизм по поводу немцев, он идет даже на уровне быта. Если вы, например, где-нибудь во Франции стоите в 100 метрах от границы с Германией и у местного француза спрашиваете, у меня был такой эпизод, я говорю, скажите, а как проехать в Германию? Он говорит, в какую Германию? Где Германия? Я говорю, ну, где-то здесь граница. Он говорит, понять с ними, вот Франция, пожалуйста, Франция. Поворачиваешь там, бац, а указатель Германия туда. Он даже сделает, видишь, он в принципе не понял, о чем он говорит с вами. А у нас отношение другое, знаете, вот нас пытаются поссорить там с грузинами, и нам объясняют, что у них Боржоми отравленная, что у них Саакашвили какой-то неправильный. Не тот. Нам бы такого Саакашвили, знаете, лет на 20 бы нам. И у нас была бы просто качественно другая страна, не говоря уже о Боржоми. Поэтому у нас нет такого антагонизма. А возвращаясь к Peugeot 408, французы эту машину сделали специально для китайцев. Нельзя сказать, что они обожают китайцев. Но китайцы на сегодняшний день их очень сильно выручают своей потрясающей совершенно емкостью рынка. Что туда капнуло, а туда буль и провалилось. Машина большая, машина высокая, машина по подвеске очень неплохая. Когда французы всерьез поняли, что им нужно в Россию притащить не что-нибудь типа фуагра, а какой-нибудь простой паштетик, и они этот 408 начали потихонечку адаптировать к нам, они провели очень серьезный комплекс работ по адаптации, по дорожному просвету, по климату, по печке. Машина в этом отношении нормальная. Берете с мотором 110, старым, вот тем, которому уже 30 лет, и все, и никаких проблем. Или вот еще раз, еще такая есть у нас ситуация, очень близкий, знакомый, тоже папин ближайший друг, он через, на следующий год у него Volkswagen Passat предыдущий, в следующем году ему будет 3 года, он его будет продавать. Или вот папа ждет, может быть, дождаться, через год купить вот этот вот его Passat. Он идеальный, зимой не ездится, консервируется на дачу, ставится с тряпочками, пробег маленький. Да-да-да, тогда ждите, потому что машина из надежных рук, Passat, конечно, не является шедевром, но это машина более высокого класса, и папа получит более длинную базу, другую плавность хода, другую энерговооруженность, другое количество сервисных функций, и для него наступит рай на земле. И лучше годик подождать и купить из надежных рук большинство, с которым ничего такого плохого не происходило, и сразу погрузиться в комфорт, в другое удовольствие. Это очень хороший будет вариант. Перерыв на новости. Телефон программы «Экипаж» на «Финам.ФМ» 65 10 9 9 6. Михаил, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Очень благодарен за вашу программу. Я постоянно слушаю. Спасибо вам. Дозвоню до вас второй раз, к счастью. Вот солнышко пригрело, весна пришла, Михаил второй раз дозвонился. Налаживается жизнь. Я вот хотел бы по поводу несчастных владельцев пикапов, которым грозит специфический штраф. Но вот я вот что хотел сказать. Я являюсь владельцем той самой «Элеки Дели». Помните, может быть, я как-то звонил, мы с вами не договорились. У нее грузы, вот «Газель», полторы тонны. Я на своей машине заезжаю свободно в центр. Я даже заезжал, приезжал в здание, где администрация президента, туда вовнутрь, во двор. И вот эти все многочисленные, как вы говорите, полицаи очень пристально меня смотрели. Ни один не остановил. Потому что они, наверное, уже, видимо, в курсе, что грузоподобенность на этой машине по документам даже меньше, чем 800 килограмм. Хотя газелистов, на самом деле, они тоже ловят. Но вот в данном случае, в чем... Ну, это просто бальки еще есть у них, они как бы это... На самом деле газелистов, они все-таки тоже любят пощипать. Но, во-первых, у вас, Михаил, не забывайте, у вас магический взгляд. Когда вы встречаетесь взором с гаишником, он сразу теряется и понимает, что, ну, да, пожалуй, с Михаила я сегодня ничего не отщипну. А еще у нас есть с вами... А ведь на вид-то она... Сергей, извините. А на вид-то ведь она гораздо больше смотрится, чем газели. Да при всем при том, категория B, и еще поспорить. А самое главное, что препятствием на пути к проникновению домой для пикапов становится даже не дяденька-милиционер, он же полицай, а видеорегистратор. И видеорегистратор бесстрастно совершенно со столба высылает квитанцию на 5 тысяч, потому что у него в базе записано, что эта машина, она является больше тонны, и абсолютно им по барабану. Но если с милиционером у вас могут быть какие-то отношения, хотя бы чисто визуальные, вы ему подмигнули, он тихо обрадовался вам, воспылал сердцем любовью, и подумал, ну, ладно, пусть едет. А вот эта штука на столбе примотанная, она говорит, о, 5 тысяч, о, еще 5 тысяч. Кстати, а вон еще 5 тысяч крадутся. Ну, просто обидно, что вот у нас-то люди как-то попадают во власть с такими вот бредовыми, идиотскими идеями. Ну, все-таки вот, я вот в прошлый раз отдал вас дознать, но мы не договорили с вами по поводу машины, передача закончилась. Да, так бывает. Остаточный ресурс двигателя, вот на такой машинке, как у меня, у меня пробег сейчас 228. Ну, вообще, конечно, подразумевает производитель, что 250 тысяч машина выхаживает, после этого она переходит во вторые руки. Вторые руки, это уже никаких гарантийных обязательств, соответственно, их не интересует вторичный клиент, а первичный пошел, купил себе новое, ну, либо взял ее в лизинг. Но ваш мотор, он сделан с таким запасом, что есть нормальные прецеденты, когда люди за 500 тысяч на нем проходили, и тоже никаких проблем. Конечно, желательно без перегрева, не прокипятить. Я к нему с любовью отношусь. Да, в любимых руках, вы же помните, как расцветает женщина и букет роз в любимых руках. Ну да, женщина вторая, машина вторая женщина. Конечно, и улыбка сразу шире, и глаза добрее, и возрастом моложе, и походка легче. Ну вот, то есть у меня вот сейчас пока никаких проблем, ни расхода масла никакого, ничего, ничего. Ну, как бы все-все пока нормально. То есть можно спокойно ездить, и ни о чем пока нет. Конечно, конечно. Тем более, что значит спокойно ездить? Вы же все равно едете и прислушиваетесь, смотрите обязательно уровень, проверяете, там, стронулись с места. Вы же под машину заглядываете рефлекторно. Пятен нет? Конечно, наверное, конечно. Конечно. Нет, нету пятен. Нету пятен, да. Да, но вы это делаете рефлекторно. Большинство водителей... Нет, сутники, мотор сутники есть. Да, да. И вы за этим смотрите. А сколько народу, в принципе, так поступает? Очень мало кто. Ключ на старт поехал. У водителей, у владельцев легковых машин вообще нету этого навыка. Заглядывают под капот, пока лампочка не зажгется. А у вас, Михаил, она есть. Вы, не потому что вы не доверяете машине, но потому что вы так устроены, что вы каждый раз смотрите, контролируете, оцениваете. Ну, как... А еще... Сергей, извините. А еще, вот никаким сервисом я, естественно, тоже не доверяю. У меня есть такой, как вы говорите, Сан Саныч. Да. Вы понимаете, о ком я, да? Конечно. Вот. Ну, вот и как-то мы с ним вдвоем за ней следим. Если что-то вдруг... Ну, пока я к нему еще не обращался. Ну, вот... Нам пытаются объяснить, что должен быть семейный доктор, но пока наша власть не очень понимает, как это сделать. Вот вы реализовали это со своим Сан Санычем условным и семейный доктор, точно так же, как и вы, совершенно искренне озабочен состоянием здоровья вашего и века Дейли. И проживет он при таком подходе. Даже если вот первый владелец где-то как-то накосячил, вы не усугубили ни одну из проблем, заложенную им. Кольца у вас не подзалегли, масло у вас на угар не уходит, соответственно, компрессию он у вас держит, ну, а все остальное... Ну, что с ним еще может... Да, 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 да. Поэтому не переживайте по поводу ресурса этого автомобиля. Он создан, конечно, не для того, чтобы жить в веках, но он радовать вас будет еще долго. Ну, личного ничего нет, я понимаю. Да, именно потому, Михаил, что, в первую очередь, его радуете вы. Вот когда машине повезло с владельцем, тогда живет она долго и счастливо. Это как в браке. Я думаю, что ваша жена точно так же счастлива. Владимир. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Владимир. Ну, хотел задать вопрос. Давайте. Настала пора менять машину, мне так кажется. У меня Мазда 6, 6-го года, 1,8 движок. Что у вас с 6-го года, я не расслышал? Мазда 6. А, Мазда 6 на ручке. На ручке, да, совершенно верно. Вы знаете, ну, просто уже много лет ей, да, и там плюс в конце прошлого года свалилось на нее несколько напастей. И говорят, надо менять. Мне, в общем-то, не очень хочется, но есть ощущение, что пора. Не порадовать ли себя ируканским ковром благородного Дону? Ну, типа того, да. Вот. И есть желание такое смутное поменять формат. То есть уйти куда-то к кроссоверам. Ну, да. Куда же еще, конечно. Тем более, вы же все-таки низколетящий истребитель, а хочется уже уйти в высокие слои. Такой сижу, далеко гляжу. Да, да. Это реально удобно. Вот от C-Drive Mazda CX-5. Вот она под формат «высоко сижу, далеко гляжу» подходит. На бордюр залезает, в отличие от «шестой», которая к ней близко не подъезжает. Конечно. Вот. Но что-то хочется чего-то побыстрее. А она, несмотря на свои 2 литра, мне показалась даже более вялой, чем моя на 1,8. А так и есть. Это такой довольно пресный ящик для перевозки тел. А у вас-то гоночный аппарат. Это не одно и то же. Ну, гоночный, не знаю. Была бы 2,3, был бы гоночный, да. Ну, реально, даже этих 1,8, конечно, не хватает периодически. Там случится где-то что-то там зажечь, но не выходит. Вот. Ну, вообще, хорошая машина. Жалко с ней рассылаться, но мне кажется, что-то пора. Да, рано или поздно это происходит. Но, кстати, 1,8 вам на самом деле хватает. Просто иногда вы ввязываетесь, что называется, не в свое. Но передачные числа коробки класс, мотор тянет. По управляемости рядом с Mazda 6 вообще трудно, чтобы это не было поставить. Я просто далеко иногда езжу в Крым каждый год. И вот на трассе, когда там устанешь за какой-нибудь фурой, а она 90, скажем, идет, ее хочется обогнать. И вот уже не очень хватает. Ну, хватает, правда. Ну да, а на третью переходить не охота, а на пятую не хватает. Да. Конечно. Да, понятно, в какой ситуации не хватает. Вот. И на что поменять, даже не знаю. А миллионов сколько у вас в кармане завалялось, Владимир? Вот, хороший вопрос, где бы взять. Вот. То есть, опять же, эту продавать жалко за то, за сколько за нее дадут. За нее дадут копейки. За нее дадут копейки. А я же понимаю, что она же, машина-то лучше. А вы ее брали тысяч за сколько? За 700? Даже если не за 600. Там были новогодние вот эти скучки замечательные. Вот. И, ну, в общем-то, как-то понятно, что ценник сейчас вырос вообще просто. Да. Те 600, это 20-21, да, там, нерусских денег. А сейчас за эти деньги, ну, просто даже вообще... Солярис. Поэтому я предполагаю, где-то вот в районе миллиона, наверное. А за миллион вы только на вторичном рынке начнете искать плохо угнанные машины с перебитыми номерами. Потому что за миллион мы с вами не клиенты. Хочешь приличную машину, она только начинается с миллиона. И, собственно, и чего. Знаете как, вы, конечно, можете там за миллион совсем с небольшим взять себе, например, полноприводную Тиану. Она высокая, она поднята по дорожному просвету. И еще что хорошо, у нее кузов поднят над, мягко говоря, рамой. У нее нету рамы, но у нее такой боди-лифт и лифт-подвески. Она в этом отношении очень грамотно сделана, специально под наше бездорожье. Но по динамике она будет со своим мотором, знаете, без чудес, конечно. Она будет ехать быстро, она будет ехать четко. Но у вас Mazda 6 имеет спереди двухрычажную подвеску. Эта подвеска очень редкая. И поэтому у вас Mazda, она по рулю четкая. А любая другая машина, любая другая, кого вы возьмете, она на фоне Mazda, то есть не будучи таковой по природе, но на фоне Mazda она будет размазней полной. И вот вы когда сели в CX-5, а он не жужжит и не лезет и не едет, и что-то пихать его надо. И он хорошо, конечно, в магазин приехать. Ну и что, и пойти кофе пить. Ни настроение, ни карат. И автомат, который как-то переключает не так, как я это делаю. Абсолютно не так, как вы. И он, в принципе, озабочен не вами, а он озабочен экологией. Этот автомат постоянно у двигателя спрашивает, ну что еще, пару капель выдавим из себя. Двигатель говорит, не, я больше не могу, у меня степень сжатия не позволяет, и совесть тоже. Он говорит, ну ладно, давай сделаем так, 8 литров и еще половинку сверху. Он говорит, ну хорошо, 8,5 на 100 километров. А чего надо вам, не надо? Они вас даже спрашивать не будут. При том, что в результате все равно получится 12. Они занимаются другими делами. У них борьба за экологию. За миллион. Вы выходите на первичный рынок, к вам вежливо подходит какой-нибудь хомоватый продавец рынок, и говорит, ну что, ну дастер, я тебе могу дать. А все остальное полтора. Грустно. Либо два, либо два с половиной. Либо, в общем-то, плюнуть и машины не менять. Хорошо. Но через год, опять вопрос станет через год, и, конечно, ваша машина еще пробежит много. Но через год... Она вот прошла 120 пока еще. И ничего с ней не произошло за эти 120. Вообще беспроблемная. Да, да, да. А дальше у нас с вами... Вы же слышали сегодня товарища Путина? Он нежно смотрел на Набиуллина, на Шувалова, и говорил, что что-то там в ВВП, кажись, куда-то не туда. Вот все хорошо. Экономика у нас просто лакирована, как у кота та часть тела, которой он занимается круглосуточно. Все отлично, все шикарно, стабильно. ВВП что-то беспокоит. И на будущий год, на 2014, когда Ясин, экономист, сказал, ребята, ну, вы знаете, будут, возможно, трудности. Вы как раз подходите, например, не дай бог, с кредитом. Конечно, на стабильности страны это не скажется. И ВВП даже не колыхнется. Но нам с вами это будет, мягко говоря, сильным ударом. И либо сейчас, чтобы, может быть, уже половину кредита отдать, либо не затевать в таком случае не год, а ближайшие, например, полтора-два-три, потому что нужно же, чтобы в кризис, которого, естественно, не будет, чтобы рынок одумался, чтобы все эти жадные ребята, официальные дилеры, на грани разорения начали снижать цену. Я-то им желаю, чтобы они разорились все, безвозвратно, чтобы не выжил ни один официальный дилер, чтобы они просто все раз и скончались вместе с представительствами. И через пару лет начали уже к нам относиться по-человечески, с нормальным ценообразованием. Но это произойдет только в случае, если у нас ВВП не колыхнется, как сегодня товарищ Путин заметил, а, например, снизится. Вот тогда сдохнет экономика, дилеры, представительства. Может быть, даже мы с вами. Не хотелось бы. Не хотелось бы. Мазду 6 менять не на что, но, кстати, по удовольствию от вождения Peugeot 508 в топовой комплектации сильно за миллион будет близка, потому что у нее осталось спереди... У 508 в комплектации GT с двигателем 2.2 турбодизелем у нее спереди такая же двухрычажная подвеска, как и на вашей Мазде. Перерыв на новости. Вопрос с сайта. Уважаемый Сергей, третий год езжу на Киа Сорике 10-го года. Это, как понимаете, Сорента. Автодилер усиленно предлагает его поменять на новый рестайлинговый. Стоит ли это делать или на что-нибудь другое? Посмотрите, тем более, что доплата Petra Edyn почти 600 тысяч рублей. Это мой тезка Сергей спрашивает. Сергей, во-первых, это говорит о том, что дилер себя очень плохо чувствует. У него задача как-то попытаться что-то сделать с продажами. Продажи стоят. Они стоят не только у него, они много у кого стоят. Не делайте этот необдуманный шаг, потому что к вашей машине претензий нет. Бегает она хорошо. Избавившись от нее, вы кому-то делаете бесплатный совершенно подарок, потому что Petra Edyn, естественно, ее возьмут с небольшой наценкой, но, что называется, хорошо обкатанная машина и дешевле. А вы просто выбрасываете 600 тысяч рублей за новую обложку. Оно того не стоит. Зачем? Не надо. Не потакайте. 65, 10, 9, 9 и 6. Игорь, здравствуйте. Сергей, добрый день. Рад вас слышать. Так, к вам два вопроса. Первый вопрос. Мы выбираем подарок для родственника. Ему 55 лет. Это будет сюрприз. Он не должен знать, какой это будет автомобиль. И подсмотрели Volkswagen Zett с турберным двигателем с по 22 лошадиных сил. Это первое. Какое, что вы думаете? Может быть, вы что-то как-то подскажете по другой машине. И второй вопрос. Для себя выбираю Antaro дизельную 2.2. Что по этому автомобилю скажете? Antaro дизельная 2.2 на автомате. Это замечательный автомобиль. Очень правильный мотор. Очень хорошо и согласованно работающий именно с этим мотором. То есть, коробка раньше не очень понимала мотор. Там были разные варианты. Вот теперь Antaro пришла к тому, чем и должна была быть изначально. Поэтому берите, и этот аппарат вам прослужит долго и без проблем. Jetta сама по себе очень неплохая машина. Тем более, она такая микропассад. Нормально она будет жить. Тем более, скорее всего, вы возьмете ее с DSG. И родственник в 55 лет получит себе комфортабельную машину. Скорее всего, пробеги у него будут небольшие. Вряд ли он такой вот очень темпераментный гонщик, чтобы сгонять в Европу и обратно. И даже если вас кто-то где-то в блоге напугает рассказами о том, что к этой турбине есть претензии, к этой степени форсировки есть претензии, и тем более к DSG есть претензии, не обращайте на это внимания, потому что, надеюсь и подозреваю, что ваш 55-летний родственник не дойдет в пробеге до этих эксплуатационных проблем и будет настолько доволен, что побаладеет, скинет лишних 10 лет. Спасибо. Какие замечательные люди. Это так правильно, порадовать подобного вида подарком. Очень хорошо то, что жизнь настолько налаживается. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Алло. Да, вы в эфире. Делимма у меня такая. Вот я сейчас езжу на Ситроене Сит-4 2007 года. Ну, уже пора его менять. И вот стал я перед выбором. Брать такой же Ситроен, ну, уже новый Сит-4, либо вот Opel я присмотрел еще, ну, правда, фэмили. Но на ручке с двигателем 1.8. А как вам вообще в целом, Ситроен, вот за эти годы? Что у вас с мотором? Ничего. 109 сил, ничего, вообще ничего. И сколько? Едет и едет. И сколько он пробежал? 106 тысяч. Ой, как замечательно. А как вам ступица неповоротная? Как вы к ней быстро привыкли? Насколько она вам кажется удобной? Ступица руля? У меня еще есть вторая машина, кстати, Джетта. Вот я когда пересаживаю в нее, мне как-то даже теперь уже не привык, что она крутится. Это ступица. Это странно. А приборы посередине, как быстро вы к этому привыкли? Да я как-то вообще спокойно к этой машине, достаточно быстро привык. И вот уже шестой год, езди, прям радуюсь. А скажите, Юрий, вас эта машина привлекла, потому что она настолько необычная? Или вы выбирали ее по ходу? Нет, нет, именно вот таким футуризмом своим. И ведь правда же, классный совершенно футуризм. И жаль, что ситроеновцы от него перешли в более спокойном форуме. Машина, вот у всех машина как машина. Едет и едет. Но это же, она же сплошное чудо. Вот куда ни глянь, чисто французские нюансы и шарм. Молодцы. Да-да-да. Во всем отделке. Во всей отделке. Да, да. И сегодня, кстати, выступал глава Ситроена. Он вещал прямо-таки с пекинского автосалона. И он говорит, что мы сейчас пойдем в премиальный сегмент. У нас для этого есть как раз линейка ДС. И мы же французы. Мы же знаем толк в роскоши. Так что уж поверьте, мы сможем сделать приличную технику. Потому что вот именно как раз он подчеркнул эту мысль, что у всех как у всех, а у французов по-особенному. И жаль, что они вывели этот великолепный шарм именно в линейку ДС. Потому что С4 нынешний, он очень неплох. Но он такой, на мой взгляд, это послесловие к С5. То есть С5 большой, а С4 нынешний, он сделан как уменьшенная версия С5. Очень много стилевых решений оттуда пришло, очень много технических нюансов, ну, кроме подвески. Вообще, пересесть с Citroen на Citroen, это правильно уже хотя бы потому, что вы же своего дилера приручили. Он же вас знает, он же вас помнит. Ну, я с ним общался только по гарантии, потом я от него ушел, потому что, честно говоря, как-то так встречаю там не очень. Конечно. А, кстати, что у вас за гарантийный случай был? Нет, у меня вообще никаких не было случаев. Я имею в виду, что я просто прошел ТО по гарантии, мы... Да, но так или иначе, у вас есть слегка заезженный под вас дилер, и это правильно, потому что, когда вы приедете к нему, он еще раз скажет, ой, опять он Citroen купил, лучше бы он взял у Opel, и у вас будут с ним хорошие отношения, такие нормальные, паритетные двух вооруженных сторон. Дилер вас должен бояться. Opel с мотором 1.8, вот именно этот мотор, он хорош, причем я знаю пару людей, которым зверски не повезло с мотором 1.8, вот этот 140 лошадиных сил, и они плюются и говорят, какой кошмар, сплошные проблемы. Но вот опыт большинства говорят о том, что это неубиваемый двигатель, и он тянет отлично, и он очень такой вот логично линейный. Наступил, вот раскрутил его, погнал, надо, машина становится гоночной. Не надо, машина едет совершенно степенно. При этом, расход топлива, ну, за десятку на нем очень редко, когда вываливает. Это когда уже прям начинаются какие-то совсем сверх достижения, скоростные. И в каком кузове вы хотели бы эту Астру посмотреть? Я вообще так, фанат хэтчбека. Ну, вот хэтчбек, как раз, он короткий по базе, потому что седаны универсал, они удлинены. И вы получаете как раз такую вот классную машину, которая прям под вас сел, поехал, иногда даже полетел, расправив крылья. Если все-таки это будет у вас Ситроен, то у Ситроена, конечно, родовая травма, это автоматическая коробка. Нет, я на механике, Ситроен только на механике. У меня этот на механике, и тот я буду на механике. Тогда очень классно. То есть, вы выбираете между более мощным мотором и функциональностью у Астры и эстетикой у Ситроена. Разберитесь... Ну, грубо говоря, да. Да, разберитесь в своих чувствах. Что вам ближе, когда вы садитесь в затейливый, очень неординарный Ситроен, и там абсолютно все, начиная от графики приборов и заканчивая любым тумблером, является дизайнерским как минимум шедевром, или вы садитесь в Астру, в которую вы даже не вспомните, как у вас там кнопки расположены, но зато у вас 1.8 и такая динамичная езда. Тут трудно сказать. Если по весне и в состоянии такого легкого перехода от поста к большому вкусному кусочку мяса, то эстетика Ситроена побеждает. А если, например, вы машину берете под зиму, да чертись с эстетикой, все равно грязная. Тогда 1.8, чтобы прорваться сквозь стужу и метель. Разбирайтесь в себе, Юрий, это не так просто. Понятно. Это еще такой момент. Все-таки в Ситроене там сейчас два двигателя. Старый, который 109 лошадей, и новый, который 120. Из предыдущего, я так понял, что 120 не очень двигатель. Я так, я правда на него смотрел. Ну, попробуйте на тест-драйве найти этот 109, потому что, конечно, 120 тоже нельзя сказать, что он заколдованный и накрывается всегда и сразу. Французы бились долго над этой дружбой с немцами. Они все-таки пересмотрели вот эту проблему масляного голодания, потому что у первых версий настолько тоненькие маслотоки были, что забивало моментально и коксовыми отложениями, и в целом все это работало плохо, и головка, там начинались проблемы с клапанами, меняют без вопросов, по гарантии. У французов в этом отношении очень лояльная дилерская сеть. Они молодцы. Ну, просто оно неприятно. 30 тысяч, накрывается мотор, приходится менять половину из него, либо целиком в сборе. Осадочек остается. Конечно, предыдущий 1.6, вот этот 109 лошадиных сил, он, по-моему, на 205-й Peugeot появился. То есть, году так 80 каком-то, ему, ну, под 30 лет. Потрясающий мотор, неубиваемый абсолютно, и полмира на нем ездит на этом двигатель, в том числе и коммерческая линейка. Очень достойный двигатель. Но прогрессировать и потихонечку переходить на более мощный, и тоже можно рискнуть. Тем более, что у вас одним слабым звеном меньше ручка. Был бы автомат, было бы совсем все плохо. Две загадки сразу, это перебор на одну машину. А здесь к коробке у вас претензий не будет. А с двигателем, может быть, все в порядке. Такое тоже бывает. Я знаю счастливых людей, у которых все в порядке. Нет, такие бывают, согласен. Да. Так что, Юрий, смотрите, что называется, разберитесь в себе. Тут эстетика может оказаться очень даже к месту. Сергей, здравствуйте. Добрый день, Сергей. У меня очень короткий вопрос. Время истекает, я чувствую. Увы, да. По Рено Дастера, я много слышал отзывы ваши, читал хорошие о нем. У меня такой вопрос. Можно рассчитывать, что он довольно долго проживет? Ну, естественно, при хорошем внимании. Сергей, ваш вопрос звучит, на самом деле, традиционным образом, просто обличен в нетрадиционную форму. Вы спрашиваете меня о надежности автомобиля. Надежность, это все-таки уже абстракция. Если машина не Жигули, то она действительно надежна. Это Жигуль моментально, как только выехал за ворота завода, он начинает задавать вопросы, разваливаться и подыхать в ваших объятиях. У Дастера этого нет. Кузов у него не заржавеет. Особо вот таких родовых травм, когда у него там откажет печка, у него развалится сцепление, у него накроются амортизаторы, в принципе, у него этого нет. Но эксплуатация, конечно, ведь вы же рано или поздно его проверите на внедорожность. Хотите вы и того или нет, но жизнь вам это предложит. У нас Собянин лично лопатой разгребает снег, но почему-то сугробов все равно много, и есть где проверить полноприводную машину. Поэтому рано или поздно, но вы окажетесь в ситуации полного бездорожья, пусть даже это будет центр Москвы, Красная площадь. И, конечно, вы нагрузите ему и трансмиссию, и подвеску, и проверите его геометрическую проходимость. И вокруг будет бегать народ, хлопать дверями, ковыряться в багажнике и загружать туда лопаты, провиант, скарп и боеприпасы. И в совокупности из этого какой-то эксплуатационный опыт будет. Но это не Жигули. И Дастер, он честняга, он удобный, на нем хорошо можно ехать на большое расстояние, на нем можно в лес сунуться. У него очень интересно задуманная коробка. Конечно, оптимальный вариант 2.0 на ручке, тогда вы получаете универсальную машину. Прослужит она или нет, зависит только от вас. Скорее всего, она прослужит, скорее всего, она долго, много и с наслаждением. После Жигулей Дастер будет вечным. До завтра.